анализ семантических текстов у нас сегодня один проект короткий семинар с нами потрясающий павел и андрей и как мы выяснили у них целых две презентации чтобы не компенсировать тот факт что проект всего один так ну что парни готовы уже получается хорошо давайте сейчас ты первый тогда сейчас секунду сейчас должно быть видно уже такой вот соответственно сейчас видно да сейчас так но нам наша тема проекта создание краткого содержания текста и или иначе по-английски суммаризация текста от слова summary у меня вместо презентации виден белый экран а вот сейчас нет все еще странно вот так может так видно только опять белый давайте это все давайте к демонстрацию экрана сделайте приложение да 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 сейчас видно сейчас часто ну вот мы решили разрабатывать наш проект непосредственно ну непосредственно алгоритм должен быть где-то реализован на какой-то площадке или по какой-то программе мы решили выбрать telegram потому что это наиболее удобная для первоначального размещения площадка из-за возможности подключения сторонней библиотеки по telegram bot api с помощью которой можно взаимодействовать с ботами в telegram но также дальше планируется сделать нашу программу уже собственно на десктоп на десктоп на версии для компьютера а ну и вот примерно так выглядит интерфейс взаимодействия вот а вот для того чтобы создать краткое содержание вообще хотел бы сначала рассказать о том какие виды бывают краткого содержания а краткое содержание делится на два типа первое это экстрактивный подход когда мы выбираем определенные предложения из текста и не изменяем их а второй подход это абстрактивная символизация который будет дальше говорить андрей а я пишу подход экстрактивной символизации текста но для того чтобы производить создание краткой краткое содержание текста необходимо сначала подготовить текст в принципе как и во всех проектах связанных с машинным обучением для этого лимитизируем все слова в тексте то есть приведем их к начальной форме и обозначим их часть речи а для этого будем использовать стандартную подход стандартное обозначение universal post text а ну вот на слайде приведены некоторые обозначения аджиктив это прилагательное это наречие вверх их сам обозначаются цифры а числа на и другая информация которая не может быть корректно представлены в виде остальных частей речи и речи а уксабилити это вводная конструкция вот вообще universal post text это вот я считаю сейчас это называемое грамматическое тегирование процесс разметки слов в тексте вот а и собственно зачем мы выбрали вот этот post text для того чтобы использовать модель борту век а который пойдет речь дальнейшем для удобства работы с моделью ворту век то есть векторным представлением слов ну и также для того чтобы некоторые предложения могут быть очень длинными содержать много слов которые будут создавать шум и мешать препятствовать созданием краткого содержания наиболее револентного для пользователя поэтому была реализована идея сегментация предложения на более простые на основе грамматических признаков то есть например если у нас есть предложение состоящее из двух основ и являющиеся сложным она является сложным но это по определению русского языка да то мы можем его разбить на несколько простых вот но для этого было нужно создать граф слов предложения то есть то как зависит эти слова друг от друга для этого были использованы функции библиотеки наташа наташа это обученная модель которая находится в открытом доступе вот дальше я использую вот мы используем для того чтобы для того чтобы составлять краткое содержание непосредственно и что же такое ворту век ну вообще эта модель а которая позволяет размещать слова на плоскости многомерный многомерные многомерном многомерном пространстве ну вот например на примере графика который представлен тут складывается вектор кинг кинг плюс мен минус вума это квин и по соответствующей схеме можно определить любое слово в предложении в любое слово в русском языке но не только в русском на самом деле вот по сути слова векторы это представление слов которые сохраняют контекстную связь вот и слова слова для того чтобы найти связать два слова и как вот для того для того чтобы обучить модель используется большой массив данных вот и для каждого слова не являющимся стоп словом то есть не являющимся предлогом водным словом и прочим прочих слов а используется находится контекстная близость с остальными словами вот но это уже непосредственно алгоритм самой модели ворту век вот и алгоритм ворту век использует контекст чтобы сформировать численные представления слов поэтому слова используем в одном и том же вектор используя в одном и том же контексте и мы имеют наиболее близкие вектора имеется ввиду угол между этими векторами то есть вот но об этом немножко дальше пойдет речь вот ну и мы попробовали обучить свою собственную модель ворту век для того чтобы использовать ее в дальнейшем вот но для этого мы использовали корпус слов состоящий из твитов пользователей его размер был около 100 тысяч записей соответственно на обработку такого массива данных ушло около десяти минут вот вот а а и мы пользуемся непосредственно библиотекой дженсим и моделью алгоритма ворту век на экране приведены основные параметры которые мы задали вот ну не имеет я думаю не вижу не вижу смысла сейчас описывать все вот но если вкратце то мы сначала очистили вот как мы проходила процесс обучения мы сначала очистили все слова корпусе в корпусе затем то есть убрали вводные слова затем убрали все функционные знаки а дальше представили это предоставили данных собственно вот алгоритм ворту век ну а дальше осталось только сохранить модель ну и вот как можно например использовать эту библиотеку на картине на второй картинке представлена функция которая позволяет искать наиболее близкие слова по контексту и вот в нашей обученной модели слово любить было наиболее близко к слову дорожить скучать обожать то есть это означает что слово любить в тех твитах шло рядом часто чаще используется с половиной дорожить скучать обожать и так далее вот ну и чтобы потренироваться использовать эту модель мы разработали программу синонимайзер ну это немножко ответвление но это скорее как практика вот какие у него есть функции вот в этой ячейку ячейку вводится слово и с помощью алгоритма ворту век синонимы вот собственно все ну и как вот имея обученную модель ворту век искать контекст который позволяет отражать искать контекстно близкие синонимы в тексте и представлять любое слово в тексте с помощью вектора соответствующего вот мы можем приступить к дальнейшей реализации алгоритма вот ну чтобы рассмотреть все предложения целиком необходимо найти вектор всего предложения для этого как написано на слайде нужно взять отношение с суммой слов векторов то есть посчитать сумму всех векторов ну это просто по координатам складываются все координаты вот и делятся на длину на длину то есть количество слов в предложении вот ну вектора у нас находится у меня 300 координат то есть ну 300 различных координат то есть находится в трехсотмерном пространстве вот дальше что можно что делается дальше как ранее говорилось чем ближе слова находятся тем ближе их контекстное сходство поэтому для каждого предложения в тексте для каждой пары предложений можно определить значение косинусного сходства косинусное сходство вычитается по следующей формуле ну это собственно косинус между векторами косинус угла между векторами вот это из скалерного произведения легко определяется эта формула вот ну и также небольшая реализация кода вот после того как мы нашли вот этот угол косинус угла между двумя векторами мы можем легко составить матрицу подобия то есть ну в общем грубо говоря поместить в матрицу все эти значения для того чтобы для дальнейшего удобства работать с ними вот теперь просто с помощью библиотеки nx-граф позволяющего быстро работать с матрицами и графами мы можем преобразовать матрицу подобия косинусного подобия которое мы получили в предыдущем пункте в граф и отсортировать его вершины и выбрать вершины имеющие наибольшее количество рёбер потому что вершина это характеризует предложение а рёбра это как бы сходство с другими предложениями и получается мы можем выбрать наиболее револентные вершины для составления итогового резюме вот ну и собственно идем дальше на экран все предложения которые наиболее подходят пользователю но есть небольшой минус в том что пользователи так как предложения так как тексты различаются по своему по своей лаконичности то есть например художественные тексты обладают в них большее количество воды в научных статьях довольно ёмко приводится информация поэтому невозможно определить то сколько предложений конкретно нужно взять поэтому мы выбрали определенный бейзлайн то есть отметку которая является наиболее является процентом того в общем то отметку количество предложений которое будет выводиться и это примерно 30 процентов от всех предложений в тексте вот ну вот как мы еще смогли применить данный алгоритм кроме как в боте в в телеграм боте вот ну во первых было сделано приложение которое способно по множеству статей в интернете создать краткое содержание новостных когда вводятся ссылки на статьи в интернете дальше создается содержание краткое содержание всех файлов всех текстов ссылок то есть парсятся сайты а дальше уже соответственно та статья которая была на этих сайтах преобразуется в краткое содержание и выводится в общем файле то есть это позволит очень быстро находить любую информацию в интернете и не затрачивать время на поиск ее в большом количестве данных ну и второе это перевод текста из бумажного носителя в электроны и получение краткого содержания для этого мы использовали собственно наш алгоритм для генерации краткого содержания и библиотеку Tissera являющимся движком оптического распознавания символов с открытым исходным кодом слушайте вот скажите пожалуйста Павел вам еще долго? нет последний слайд фух фух да давайте ну вот конец так а второй доклад от Андрея? да и что второй? он сразу идет он сразу идет да да Андрей у вас есть камера? ну просто мне сейчас придется с телефона еще заходить в дискорд чтобы это сделать окей ладно все давайте я уже это жду не дождусь окончания доклада так ну я буду рассказывать про абстрактивную символизацию текста которую мы использовали в нашем проекте для чего вообще нужна была символизация текста основной причиной является поток информации с которым сейчас сталкивается любой почти любой человек в связи с развитием технологий и именно поэтому поставила перед нами поставила задача автоматического составления аннотации текста существует два метода суммализации текста это экстрактивный и абстрактивный какой из них лучше я описал на этом слайде и мы выбрали именно абстрактивный подход в связи с тем что для нашего проекта он подходит больше основной причиной является то что текст краткое содержание текста итоговое больше подходит на написанный человеком то есть оно может генерировать новые предложения и также мы частично все же использовали экстрактивный подход но большая часть это именно абстрактивный также еще из преимущества экстрактивного подхода это его просто реализации то есть его очень легко описать кодом абстрактивная суммализация с ним идет да да я все еще здесь так основная его идея состоит в том что как я сказал модель может создавать предложения отсутствующие в исходном тексте и вывод составляет пересказ текста который больше сходит на составленный человеком именно поэтому мы он является основным способом саммализации в проекте он существенно отличается от экстрактивного и заключается в генерации краткого содержания порождение нового текста содержательно общающего первых документов на этапе обучения мы используем рекуррентные слои LCTM которые основаны ну сам тап обучения основан на архитектуре кодера основная идея состоит в том что программа пытается предугадать следующее слово на основе векторов о которых говорилось ранее и учитывает шанс появления следующего слова после предыдущего затем мы создаем модель которая считывает педренные вектора и осуществляет обработку с помощью трех рекордных слоев LCTM и одного слоя декодера затем мы можем получить график то как отличается тестового множества от тренировочного множества по итогов заголовок текста и вот сам вывод нашей программы то есть review это сам текст который получает программа на вход original summary это данный заголовок текста то есть в нашем дата сайте уже были указаны заголовки к текстам а predicted summary это тот результат который дает программа и у нас можно заметить есть некоторые недостатки но это связано с недостаточной мощностью того что ну то есть мы использовали наши собственные компьютеры для обработки программы и мы запускали 10 тысяч текстов на обучение всего в этой сайте их около что-то там 800 тысяч и вот как можно заметить 10 тысяч текстов не было достаточно для хорошего результата и именно поэтому надо использовать гораздо большее количество текстов но у нас по времени заняло это и того около там минут 20-30 чтобы запустить там около 10 тысяч текстов вот на этом все я могу задавать вопросы да коллеги меня слышно да да начнем с простого это была очень интересная подробная вводная про работу с текстом она мне в общем понравилась она мне тем не менее вопрос а какие практические результаты вы получили с точки зрения вашего проекта ну я не очень понял опыт практических результатов есть честно вот вы разработали описали всю свою модель все у вас окей а и где мне попробовать потестировать не знаю какая точность что вот какой у вас результат с точки зрения не знаю метрик каких-то ну результатом нашего проекта является так вот но у нас есть ну мы не использовали никаких метров потому что мы не очень поняли как с ними работать не ну подождите давайте хорошо как вы оцениваете качество своего проекта достаточно хорошее качество ну то есть вы предъявите так и скажете здравствуйте знаете у меня достаточно хороший проект можно диплом ну ладно а как мы просто можем сами оценить мы просто ну результатом нашего проекта является сам бот и любой может просто зайти к боту и сам протестировать нет код который вы писали это инструмент для реализации и достижения какой-то цели в этом смысле у вас доклад который был он вообще начался просто сразу у нас есть программный код мы используем какие-то модели вот у нас тут word2vec там обучали здесь у нас лебетизация там у нас 175 10 мы берем инграммы радуемся жизнью и строим корпус текста корпус словаря да это все круто но кроме технической части существует социальный контекст вы этот проект для чего-то делаете кому-то он нужен он именно такой а не другой по каким-то причинам у него есть какая-то точность им же кто-то будет пользоваться в итоге правильно нет наверно никто больше не будет пользоваться кроме нас а зачем вы его делаете тогда это что чисто исследовательский проект писать научные статьи ну не знаю мы просто не планируем что им кто-то будет еще кроме нас пользоваться просто это ошибочное суждение вот представьте себе вы инженер не точнее так вы должны для себя решить ну в какой позиции вы находитесь первая позиция это вы просто программисты ну код писали прам-прам-прам написали он работает первый вариант второй вариант вы можете сказать мы исследователи вы знаете мы тут писали смотрели модели строили просто потому что это прикольно и мы хотели сделать еще лучше ок принимается третья позиция вы инженеры вы хотите взять людей сделать что-то для них чтобы их жизнь стала лучше интереснее ярче светлее что-нибудь еще вот вы в какой позиции находитесь наверное что-то среднее между инженером и программистом скорее ну перед нами поставили задачу и мы начали непосредственно ее реализацию не подождите коллеги а кто поставил задачу вы вы я я у нас же был в октябре семинар и вы нам раздавали задачи нам потом скинули фарик с задачами и мы начали выполнять ну смотрите я с вами виделся один раз вы что хотите сказать что я вот вам в октябре 1 октября поставил задачу после этого вы делаете так что ли подождите а подождите еще раз стоп 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 а разве вы не выбирали тему ну да мы выбирали наиболее интересную тему для нас так а причем здесь то что я ставил задачу я ставил задачу ну просто у нас цель проекта была создать программу которая делает краска содержания и мы начали ее реализовывать по крайней мере так было сформулировано на слайде смотрите я понял и я не знаю как рассказать а зачем вы это делаете если вам перестанут говорить вы перестанете делать нет наверное ее можно использовать где-нибудь в другом месте ну коллега я считаю что вы перепутали вы сами выбрали проект и вы ставите себе задачи а ваш руководитель вам во многом подсказывает там не знаю что-то еще делает мне вот нам собственно руководители ставят задачи каждую неделю мы их выполняем нет ну � он подождите ну что стоп стоп вы подошлете эх хорошо а почему научный руководитель ставит именно такие задачи ему Мы считаем, что это наиболее необходимое в данный момент. Или мы считаем, или он считает? Мы. Вы. То есть группа. А если это считаете вы, то из каких соображений вы исходите, когда выбираете те или иные задачи для исполнения? Не совсем понятно, если честно. Почему вы делаете именно эти задачи, а не другие? Ну, потому что от этого зависит дальнейшая реализация. Без каких-то конкретных опорных пунктов мы не сможем продвинуться дальше в реализации получения конечного результата. А что является конечным результатом? Создание работающей полноценной... Работающей полноценной что? Программы. Какой? Ну что она делает? Работающая полноценная программа делает что? Работающая полноценная программа выводит краткое снижение текста любого. И как вы поймете, что она работает правильно? Ну, мы еще не сняли метрики, которые могли бы оценить работу ее. Но там будет несколько метрик, которые могли бы с этим справиться. Еще раз. Существует несколько метрик, например, Roach 1, Roach 2 и прочие, но мы еще пока не разобрались, как именно они работают и как их использовать для оценки результатов. Смотрите, есть принципиальная проблема, как можно делать проект, не понимая до конца, к чему в итоге надо прийти. Вот вы делаете, вы описываете модели, делаете лимитизацию, выбираете граммы. Ну, я все это уже говорил, господи, неважно. И в итоге это лучше идет на пользу вашей работе или ухудшает работу приложения? Это приближает вас к результату или отдаляет? Как вы это понимаете? Ну, любое наше действие сначала обдумывается, а потом уже, соответственно, реализовывается. Это приближает к результату или лучше отдаляет от него? Как вы это понимаете? Улучшает результат. А откуда вы это знаете? Ну, потому что мы использовали и другие подходы. Они показали менее эффективный результат. Ну, значит, получается, что вы пользуетесь какими-то непонятными интуитивными критериями, что хорошо, что плохо, правильно? Ну, да. На данный момент, да. Ну, так нельзя. Вы придете на юниор. Представляете, если бы юниор был в эту пятницу, и субботу, точнее. Вы бы на него пришли и сказали, знаете, у нас отличный проект, он потрясающе работает, потому что он нам нравится. Мы вообще, вы знаете, мы продолжили. Вы знаете, мы вообще от себя без ума. Мы такие крутые. Смотрите, у нас есть Word2Vec, у нас есть Инграм, мы тут учили, а еще мы подали кучу текстов сюда на вход, на обучение. Мы крутые. И вам член жюри. Смотрите, посмотрите, перед вами член жюри сейчас сидит с другой стороны этого конкурса. Я. И он вам говорит, нет, вы не крутые, потому что я не понимаю, зачем вы все это делали. Вы очень круто провели для меня краткую вводную по анализу текста, но это все. Я не понимаю, зачем ваш проект нужен, где он будет использоваться, кем он будет использоваться. Я вообще, ну вы прикольно прозрекали сами себя, это круто, я вообще, мне нравится. Ну, не знаю, просто вот перед нами у нас стоят какие-то задачи, мы их исполняли. Нет, так вот моя проблема. Вы почему-то воспринимаете ваш проект, как перед нами ставят задачи, мы их делаем. Ну, в смысле, что-то. А на самом деле это ваш проект. И когда вы придете его защищать, а вы когда-нибудь придете его защищать, какой-то юниор или еще куда-то, вы столкнетесь с тем, что вам зададут все эти же вопросы и еще скажут, что все, нету такого. Ну, в смысле, все, вы крутые, но... Что вы будете так, и вы придете и скажете, ну у нас был научный руководитель, и он нам говорил, что делать. Ну, скажут, какой научный руководитель здесь нет, он нет в списках авторов. Вот просто там руководитель. Понимаете, в чем, вот что, я серьезно, у вас крутая техническая часть. Реально круто, мне прям нравится. Мне кажется, что либо вы круто говорите, либо вы прям понимаете что-то. Но когда вы придете на конкурс проектов докладывать о результатах, этого будет мало. Это не олимпиада по проге, не олимпиада по работе с давным. Я очень понимаю, все-таки в итоге, что конкретно нам исправить, получается не совсем понятно, если честно. Ну, смотрите, все очень просто. Первое. Что у вас вообще за проект? Что он делает? Кто им будет пользоваться? Почему сейчас таких проектов нет? Или, может быть, они есть, но хуже, чем ваши? Чем ваш будет лучше? Это то, что вообще надо начинать. Вы можете посмотреть, что это в других семинарах, в смысле, они есть, записи все на YouTube и Институт Кибернетики. И вы можете увидеть, что, собственно, люди вначале обычно говорят, ну, они могут плохо это говорить, это не важно. Но они говорят, вот у нас такая-то ситуация, в ней там показывают такую-то точность, такие-то там системы, наша будет лучше. Или они не решают такую-то проблему. Какую? Ну, например, поток информации настолько большой, что если мы хотим хоть как-то адекватно ее анализировать, нам нужны автоматизированные средства по вытаскиванию содержания, которые быстро-быстро обрабатывают события. Потому что, когда у вас там происходит какой-то локальный беспредел, любого типа, там, не знаю, на самом деле, сам вооруженный конфликт, у вас поступает куча информации, ее надо быстро обрабатывать, там, огромные отчеты, ее надо просто там, фью, и быстро-быстро переваривать. Нужны инструменты. Таких инструментов нет. Мы сделали. Воу. Молодцы. Это первое. Не обязательно это, это я сейчас нафантазировал сходу, понимаете, да? То есть у вас более основания на этот порт. Второе. Пока вы все это рассказываете, вы должны практически сразу объяснить, качество нашего продукта измеряется так-то. Так-то. И там что-то. Метрики. Не обязательно метрики. Может быть, вы просто показываете людям результаты, и говорите, смотрите, видите, все нормально вас устраивает. А человек говорит, а можно я свой текст загружу? Вы мне куда-то давайте, и мы посмотрим на результат, и вы смотрите, и там все отлично. Вот это да. Вот. И, естественно, должно быть понимание конечного результата 100%. Ну и третье. Это. Вот, главник вашего доклада, она должна быть, ну, в смысле, она должна быть в достаточной степени погружать в технические детали, но не делать их основном, в смысле, главнейшей историей. То, как вы писали код, еще что-то, это все никому не интересно. А вот здесь, смотрите, у нас веса у текста, мы нормализацию делали. Просто я думал, что мы сегодня будем рассказывать про наш проект, как мы его реализовывали в плане техническом, поэтому мы подготовились с этой стороны. Подождите, у меня... Да, вы ничего не оправдываетесь. Я же вас... Не оправдываю. Я в хорошем смысле, я же вас про это дело не критикую. Я считаю, что на том уровне, на котором мы все находимся, ну, от точки старта до сейчас, у вас все отлично по технической части. Правда. То есть, будь у нас предмет, который называется анализ текстов, и это был бы ваш проект в рамках этого предмета, как там у нас на IT-академии Samsung происходит, то я бы сказал, ноу, все, заканчиваем. Вы молодцы. Но так как у нас предмет про другое, и мы учимся тому, как менять мир, помаленечку, то, естественно, я вам говорю, а где вот эта-то часть? Она скучная, может быть, но без нее все плохо. То есть, вам теперь нужно ваш проект завернуть в обертку, которую можно и круто показывать другим, и рассказывать о том, что это. И когда вы это сделаете, у вас будет крутейший результат. И сам по себе... Хорошо, спасибо, правда. Вот. Ну и самое главное, надо посмотреть еще одну вещь, это аналоги. Я так мельком о них сказал, но вообще аналоги очень нужны. А ваша система еще какие-то подобные есть? Ваши лучшие? Есть несколько систем в интернете, но они работают хуже. А, не-не-не, без метрики вы не можете сказать, что они работают хуже. Понял. Вот. Слушайте, ну, у меня все, мне кажется. У вас есть ко мне вопросы? Нет. Вроде нет. Спасибо. Если нет, вы молодцы, продолжайте. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok